Меня зовут Дону Марне, я генеральный директор Кремль-Святой Компании. Садо буду жить в России 15 лет. За это время много чего изменилось, у меня на глазах. Я тоже участвую в этом. Я хочу поблагодарить Сашванова, чтобы меня пригласили. Я даже не знаю, что у меня будет место в президиуме. Я наблюдаюсь внутри, я манеджер, я простой манеджер, генеральный, но я делал разные проекты, крупные проекты. Я сажал много-много сотни гектаров садов и плода много тысяч тонн. И я вижу все как меняется, меняется из-за того, что меняется инвест-климат, меняется объем производственной яблоки в России. Только Кубан плюс Кабарда это уже миллион тонн. Вот еще миллион сто, если я отбираю, 20% нестандарт, все равно получается внушительный объем. Если добавляете туда Липецк, Воронеж, Туль, ну я не знаю, Ростов, Владикавказ и так далее. То есть в России уже входит в топ-10 производители яблоки. Плюс с этого добавляем импорт. Иран, Азербайджан, Мурсия, Сербия, Мольдавия. Кое-где еще ухаскакивает Польша, наверное. Ну я еще это вижу где-то, ну как это сказать. Итого мы продаем сегодня яблоки. Ну сейчас цена поднялась, конечно, но в декабре месяц мы были бледные все, да, с ценой, которая 50 рублей перерисовка. Это, конечно, ниже и план, ниже и бюджет, ниже и то, что ждет наш инвестор. А когда он вкладывает деньги, найдется много сотрудников, менеджеров, топ-менеджеров, которые обещают, что все будет чуки-пуки. Поэтому для того, чтобы остаться на плаву и даже более того продолжать развиваться, на мой взгляд, есть четыре шага, от которых нельзя отходить. И думать, что с удовольствием это хобби, да, это будет большое счастье. Думать, что с удовольствием это, ну, у меня есть земля, да, валяет, гуляет, я посажу, что-нибудь там. Или еще хуже, когда у меня есть питомник, а саженцы я, ну, продам, ну, давай, я посажу, что-ли, это тоже такое бывает. Вот такие ошибки, они уже не подходят со временем. На рынках, можете купить лучшие столбы на планете Земли, лучший трактор, даже обучать лучшие звонок. Это будет недостаточно, чтобы делать тот финансовый результат, который мы хотим. Четыре пункта, это жизненный опыт, да, это не взятие с бога, это то, что я пережил все эти годы, и продолжаю это видеть, это пронирование, сейчас более детально подойдем. Это генетика, посадочный материал, который имеет, это технология и менеджмент. Технология, конечно, здесь, это где, и еще более-менее, все, все владеют, или все думают, что владеют, или все могут нарастить духао, да, есть специалисты, есть поставщики, есть институт, то есть, вот это с технологиями в России еще более-менее рост идет, и это важно. Вот, планирование. Значит, когда инвестор хочет что-то делать с удовольствием, да, он должен уходить от эмоциональной составляющей и подходить к своему бизнесу, как с настоящей бизнес-клана. И обязательно рисовать свой модель на 7-10 лет. И не слушать только один агроном. Не слушать то, что он хочет услышать. Он должен услышать и финансовые блоки, он должен услышать юридические стороны. Я потом объясню, почему. Он должен подходить к этому делу, даже с маркетинговой подход, он должен, если надо, на сторону заказать исследование, чтобы быть уверенны, что он войдет в короче ничь, что у него будет именно тот модель, который ему позволяет заработать деньги. В конце концов, это самое главное, да, заработать свой 30% годового. Он должен понимать, как далеко он пойдет в инвестициях, какой у него будет кредитный портфель. Я видел много проектов, где кредитные портфельы не сопоставимы с пейбаками, которые в итоге они получают. И даже если в Терпиате будет красиво, будет известно, с репутацией, но у них не получается закрывать свой бюджет. Слишком большой кредитный портфель. Логистика. Логистика, это немаловажно, особенно в России. Вам это говорит человек, который работает в Примодо. Одну дело, продавать яблоки из Липец, где там доставка до Москвы, это рубль. Другой дело, из Крем, где там 3 рубля минимум. Когда идет Новый год, вообще не найти машины. Это тоже влияет в итоге на результат. Умножать эти 3 рубля на 50 тысяч тонн, что мы в этом году произвели, это 150 миллионов рублей. Вот. Подумайте, да? Дальше у вас должен быть директивный план. Не только сад, не только откуда воды, не только по кайским посадкам. У вас должно быть еще понять, как дороги построены, где будет холодильник, где будет линия. Какая линия, что будем фасовывать. Двух ярусный, одно ярусный, пакет, по четыре, по три, по парам. То есть от этого будет зависеть, какая линия нужно будет соответствовать. От этого будем рисовать, какое здание должно быть. Чуть-чуть набирать, но не более того. Опять же, для того, чтобы не попасть в большой кредитный ям, где захотелось много, но изначально не было моделей, и получается некий подшвок, знаете, там налепил, там построили, там расширено. И в итоге инфраструктура не приспособлена, нет электричества, вода не хватает и так далее. То есть очень важно, даже если вы планировали сажать осенью, но ждите год еще, или тогда весна. Но потратите эти полгода, чтобы специалисты, ваши специалисты, или наемные специалисты проверяли все картины, отиду. Кем я хочу быть через десятилетия? Я хочу быть лидер линка в какой-то, не знаю, суперерлуре, или сладкой дерлуре, или кислой сладкой дерлуре, или вообще там банан какой-то, да? Я хочу быть таким, все. Что для этого вам не нужно? Это называется планирование. Изучить свой регион, изучить свой климат, изучить свою почву. Это, конечно, все это понимают, это так, это приятная практика, да? Все это делают для нашего, но недостаточно. Потом получается, что сажаем не те сахта, или сажаем сахта, которые не втягивают тот калибр, или тот окрас, или которые выходят на линк, и на две недели позже, чем комплименты с Кабарда или с Касанад. Это тоже ошибка, которую надо было учитывать в модели. Еще очень важно. Я вообще сейчас не признаю никакой проект без защиты от климатических рисков. Я говорю о град, я говорю о засухах, я говорю о заморозках. Сады лучше будет поменьше. Пускай будет не тысяча гектаров, а 300 гектаров, да? Да, такие даже коэффициентные. Не 300, не тысяча, а 300. Зато пускай не будет подсветка. Пускай будет антифрост. Пускай будет защита, чтобы дренаж был идеальный, чтобы вода стекла, чтобы не было заружений, а вот, лужи, да? Вот это есть все планирование. Я должен быть уверен, что в течение моих 7 лет... А есть указатель? А указатель 7? Указатель 7, пожалуйста. Спасибо. То есть я должен быть уверен, что за эти 7 лет я собираю тот урожай, который я запланировал. А не то, что каждые 3 года у меня какой-то участок там зацепит град, или там дренаж плохо сделанный, и погибает дерево, да? Вот это не должно быть. То есть лучше поменьше, но качественно. Второй пункт, я могу сказать, это генетика. Значит, опять же, здесь встречаем разные ситуации, когда агроном сам решает, что будем сажать. Сажаем, что будем сажать? Ну, сажаем, как Бавара, Джерумин, Семиренко, и Градисмит, и Голдер, хорошо берут, и все. Единственный аргумент. Мы понимаем, что это не так. Мы понимаем, что есть другие сорта, более продвинутые. Это не просто потому, что они продаются дорого, не просто потому, что они упакуются там гламурные, да, и люди это захотят брать в Москве, там, в «Буквкус» и так далее. Эти новые генетики, это селекционеры, их вывели в течение нескольких десятилетий, и эти генетики, они позволяют уходить от некоторых проблем, которые до меня описали, да, например, периодичность. Например, калибр. Слишком маленький калибр. Вот там, когда целый список сорта, которые я отработал, да, «Бессимьянка», «Купиншафранка», «Абловская полосады», там. Вот там полный букет, да, вкусный, да, лакаясь, да, о, детство. Но это стекловидность, это битерпит, это осыпание плодов, это толстая шкура, да, сердцебурение. Но там полный букет. И там вот и собрали, но ничего не собрали, потому что потом все пойдет на промпереработка. А ваша модель, он рассчитан на то, что у вас будет 15% не стандарт на дерево, но еще 10% на линии, да. А на самом деле у вас не 15%, а 30% от дерева. Ну, и как бы, ну, ладно, не сработали. На следующий год будет лучше. Нет, на следующий год не будет лучше. Потому что должна быть новая генетика. Они вот-вот-вот, они здесь. Есть селекционеры на Западе, и не только на Западе, которые готовы-то поделиться. Когда покупаем новую генетику, мы еще покупаем какой-то бред, какую-то позицию на рынке, в которой вы можете стать лидером, единственный эксклюзив, или объединяться с тем, как тип их кооператива, и получить некие преимущества, да. Например, кремская фруктовая компания единственная в России и в мире производитель яблоки под бренд Pink Lady. Да, Pink Lady только у ленивы этого нет, как Enneclis, например. Единственная только кремская фруктовая компания может это подать в коробках розовые бренд Pink Lady. Цена 100 тысяч рублей в сегодняшний год. Субисториус такой же, как у Goldin. Ну, у Goldin у меня динамика уходит на линия, там 20% перересет, такой перересет, как хочет, например, Александр, да, из X5, ну, вот там, ну, такой, как они хотят, там, Жу-Гольтый, там, красивый, утренение, у меня уходит 20-30%. Мне действительно это сказать. Это при том, что делим все для того, чтобы было максимально. Но там остальное, это 2-й столбик. Тоже хорошо уходит. И уходит и в Владивосток, и в Иркутск, ну, везде, все регионы России. И хорошо бегут, потому что они подмешивают там, и куда их. Но если мы хотим это делать именно, а Европа, у меня получается 30%. При том, что контейнер, пластиковые линии, современные люди пройдут хорошую на уборку. Холодильник у нас динамически относил лучше. Потому что сок сложный. А есть сок, как ингреди, где у меня пик-аут, пик-аут, да, вихрь после меня, 80%. Вот. Все это за генетикой. Еще, кто не встречает проблем, как... ну, я периодично сказал, провинженность, да, как провинженность сады. Это очень важный этап нашего процесса. Кто-то будет тратить 200 часов на гитар, кто-то будет тратить 100, кто-то будет 50, да. Это колоссальные деньги. Тем более, когда мы можем не найти людей в это время. Потому что уже убирает кубника, скоро будет чешечная, и сложно найти людей. Вот. Если есть новая сорта, новая генетика, которая позволяет один раз ты прошел, все, чуть-чуть корректировка там делай, и все. И деревья сбалансированы, взять все те плоды, которые нужны на... Вот эта новая генетика, это дает. Сказать, что нераймирование, что нам не подойдет, то, что наше климат другое, но это все неправда. Тем более, что когда берем Россию в масштаб, извините меня, одно дело в Бадикавказе, другое дело в Тур, да. Можно сказать, что это одинаковый климат? Нет, конечно. Я хочу сказать, что сегодняшний день производить яблоки стоит около 20-20 рублей с НДС как в контейнер с доставкой на РЦ. Туда не входит коробка, не входит фасовка, краниния даже не входит, и даже не входит фрешформа, да. То есть 20-22 рубля с НДС доставка до РЦ. Для того, чтобы быть конкурентоиспособным, мы должны выйти на 13-15 рублей с НДС. Вот эти 7 рублей, они могут, это не утопит, возможно, это реально, если мы применяем все эти 4 шаги. 3-4 шаги это технология. Давно уже все умеют и умеют бороться против предителей как Порша, как продажер, как арестовер, даже против клишей, даже через шум умеем это делать. То есть, как только есть подозрения на вредителей, как только порог там наступил, агроном не боится запустить обеспечительный в садах. Я к этому особо не буду сейчас говорить, у меня свое мнение на счет этого, я считаю, что наоборот надо более спокойнее, более ларить относиться к этим вопросам, особенно смотреть не только коронар, а смотреть мониторинг и не бояться работать, особенно после июня месяца, работать там, зоной, где есть проблемы. И даже, уже ближе к август, понимать, что лучше уступить, чем запускать этого приспределя и потратить несколько миллионов рублей, когда на самом деле риск потерять урожай не такой велик. здесь есть каждый сад сам имеет свою стратегию, у меня всегда была стратегия уменьшать нагрузку, дать природу, сам себя защитить, используя для этого всякие там феромоны, онтомофаги, поверите, это большая сила, которой недостаточно пока в России, особенно в Кастанаре, использовать. для меня важный фактор от технологий, это обрезка, который сейчас разговор, обрезка у всех, опиление и проведение. Вот. Для меня, если символирует садоводство сегодня, это обрезка, опиление и проведение. Если это мы делаем правильно, мы практически уверены, что мы соберем качественный урожай, но, конечно, если не будет заморозки, не будет граб, но, если мы это делаем правильно, практически 100% уверены, что у вас максимальный урожай, который этот сад мог давать. Почему я так уверен? Потому что, ну, обрезка понятно, да, мы делаем так, что дерево будет сбалансировано, чтобы эти были, как можно больше, горизонтальные, мы выращиваем эти ветки на 3 года, все, что лишнее, убираем, чтобы все это не так. Вот, отдаем, то есть, это здесь 50% нашей работы. Дальше идет опиление, как вы знаете, с каждым цветом будет, с каждым бутоном будет 5 цветков, и нас интересует центральный цветок, коваристый цветок, и мне нужен 100% уверен, что каждый центральный будет апеллерием. Два года назад в Богоси были обратные запроски, слава Богу, я опоздал с Абреской, и я остановил, как только был Абреской, я остановил, я все ночью неделю, мы ждем весну, и мы вырастили, вырастили урожай на однолетнюю древесину, вырастили урожай, везде где бьет цветок, мы пытались из него сделать яблоки, мы сделили яблоки, но мы сделали яблоки 165-173 точка, вещи не надо, нижние не советуют, и мы вырастили яблоки на однолетнюю древесину, почему, потому что цветется чуть похоже, на 2-3 дня, и мы смогли как-то собрать 300 тысяч тонн, когда у соседа не было, но это не по нацелу, сейчас, я вам рекомендую, хорошо отпилять свои сады, то есть, ждем цветений, запускаем туда армии пчор, пчор не медоносный пчор, я советую дикий пчор, или под названием осмя, осмя, не осмя, а осмя, но дикий пчор будем называть, или ишмель, осмя, осмя, да, там метад есть осмя, есть еще дикий пчор, почему ишмель и осмя лучше исправляется, медоносный пчор, потому что они летают вокруг 50 метров, 100 метров, они летают там за 10 километров, у них нет задачи собрать пельсы и нектар, чтобы делить мёд, у них задачи потомство, причем у осмя есть такая очень печальная история, что она никогда не видит свое потомство, она все лето закладывает личинки, потом умирает, только на следующий год в этих окон влюбляется и получаются новые поколения, но они занимаются только, только, только тем, что они собирают то, что называется хлеб, то есть это пельсы, то есть не так, чтобы кормить свою личинку, и здесь у нас более эффективность получаем, и слава Богу, все наши, они опирают около 200-300 цветов, за час, то есть одно дерево, один особый это делать, и успеваем за 3-4 дня упирать все 3000-3500 деревьев на гектарль, и тогда вы получаете полные, полные завязи вашего осада, максимально то, что вы могли сделать, но, конечно, это будет эффективнее, и потом и порежнее, думать, что пускай висит, это будет побольше уважать, нет, нельзя сделать большую расширку, потому что вы получаете маленький калин, и получается яблоки, которые спалены, значит, туда больше вредителей могут заселиться, да, и получается некачественные врачи, поэтому А, Абреска, 2-е, Абреска, и 3-е уже полностью уважают. Наверненька в России уже есть импорт замещение, Шоуковский Агрухим, где прекрасный препарат, который заменяет, это экселиз итальянский, и, ну, я не делаю рекламу, и у меня нет гарантируя, но тем не менее я могу сказать, что это работает. Я возвращаю то, что еще говорил, что для меня очень важно, что мы как можно больше уходили от того, что можно уходить, например, гербициды, например, аккорициды, например, фунгициды, значит, фунгициды, это иммунные сорта, вот компания De Gusto вроде Кавказ, компания Interinvest тоже, в Минводе, эти компании, которые ориентированы на яблоки иммунные, это значит, что обработка идет более сдержанной, нет такой стресс, что каждые 6 дней надо использовать контактные или недалеко системные препараты, тем более рисовые чеки, рисовые чеки в Краснодар везде, это большая нагрузка, опять же, если неправильная генетика, мы можем уходить от фунгицидов, гербицид, я давно уже ушел от гербицид с помощью специальной фрезы или мотига, как мы их называем, и нам это позволяет, во-первых, это значит, что вы можете использовать каждую каплю, даже гаса найдет в пользу деревьев, да, сады не выглядят идеально и красивыми, но никто это не просит, потому что сады должны чуть-чуть, беспорядок должны присутствовать, именно для того, что содержат эти антомофаги, если у вас идеальные сады, которые там как будто кто-то из пинцетов пришел, как будто мы ждем завтра губернатора и должно быть все супер, да, но, окей, сделайте один квартал для этого, один гектар, далеко не поедет, но на самом деле сады должны чуть-чуть, ну, не бурьян до суда, да, но должны быть беспорядок, как у студентов в комнате, в общежитии, да, чтобы его натворили, чтобы он хорошо подготовился, у него должен быть свой параллель к студенту, вот, здесь то же самое, поэтому уходим от гербицида и приходим, приходим работать с в резон, значит, вы скажете, а как нам бить, если у меня есть схема поставки 3.205, почему у тебя 3.205, ну, потому что инвестор мой поехал в Сультироль, две недели ему там объясняли, как это супер, там, где там земля стоит 1 миллион евро за гектар, поэтому он сожертвует там, и он вернулся, он сказал, я хочу 3.205, да, то есть 6 тысяч деревьев на гектар, потому что итальянцы так и делают, ну, конечно, там в Кезан пойдет, или пойдет но плохо, поэтому я возвращаю вопрос схема посадка, это тоже можем вернуться к первому вопросу, это планирование, кто сказал, что именно 3.205 сегодня это модно, я не знаю, но я вам говорю, что гектар это ваш, а на верху это тоже все наше, никто не мешает сделать схема посадка чуть пошире, 3.8 на 0.8, на 0.9, на 1, и у вас будет свет, у вас будет угрожайная высота, а скажите, а мне зачем так высокая, мне платформа нужна будет, да, у вас будет платформа, самоходная, или принципная, не важно, но платформа в другом будет, потому что у вас должна быть сетка, а где сетка, значит, высокая, значит, обрезка, значит, значит, все равно эта платформа, она будет у вас работать 200 дней в году, 200 дней в году у вас платформа будет работать, норматив 15 гектар, 20 гектар на 1 платформу, да, это нужно, это необходимо, а сажать, сажать схема посадка 3.2 на 0.5, ну, чтобы было удобно собрать, потому что уборщики не хотят подняться на лестницу, да, но платите дороже, а как платить дороже, и так уже платим 2 рубля, но платить 3, но у вас будет не 45 тонн гектара, а 70 тонн гектара, как вы думаете, это 3 рубля, рубль, разница, много повлияет на финансовый результат, нет, не повлияет. И я возвращаю, я приду сейчас с самым главным взглядом, тема, это менеджмент, опять же, садоводство в России принято так, что лишь бы была земля, лишь бы была вода, деньги найдем, сейчас я поищу, где могу утащить у кого-то в огромном, и все, и у меня все будет работать, нет, садоводство это менеджмент, садоводство это, это структура должна быть вот такая, а зачастую, особенно в компании, где есть управляющая компания в Москве, труктура больше такая, потому что у инвесторов, он нервничает, он не понимает, он не понимает свой бизнес, он не видит, как запланировали, и он начинает напичкать туда наверху много финансовых нервничает, много юристов, много помощников, много, еще взяли кредит, значит, у них будет менеджер, который занимается кредитной порционой и так далее, а внизу, внизу, там, где все творится, там, где находятся специалисты, которые должны не по 2 года работать, а по 15 лет, я пишу, что должны рекорчевать тот, который посадил, вот через 15 лет, не на следующего, то есть через 15 лет он должен выкачевать то, что он посадил, это очень важно, то есть очень важно сейчас, чтобы нарастить на уровень N-2, N-3, N-4 специалисты, N-1 это начальное подразделение, и, конечно, надо платить, надо платить, разница между топ-менеджером и рабочим достигает иногда там 30 раз, это ненормально, заплата, разница между генеральным директором и рабочим должна быть не более 10, в Европе это 5, вот, это простые статистики, посмотрите, сколько реальный человек зарабатывает, сколько зарабатывает ваш топ-менеджер, и задайте себе вопрос, я ему даю 25 тысяч, 30 тысяч, а я не боюсь ему дать секата, которая стоит 3, и ему доверяют эти 4 гектара, которые он будет за зимой на призах, насколько у него мотивация хватает, чтобы это делать, как я это прописал в бизнес-план, да нет у него никакой мотивации, то же самое с уборкой, уборкой начинается уже сейчас, где будут жить, как будем их кормить, как будем их возить, как будем с ним разговаривать, как они будут знать ежедневно сколько они заработали, как закрываем операционный день, мой бригадир достойный с ним общается, или у них он у него так в сангру маленький начальник, и он будет их пинать там, обижать, а я это не знаю, я это не знаю, я не понимаю, почему текучка, сегодня обещали 1400 человек на выходе, там, вишни, 360, да подумай, 40 заболели, нет, не заболели, они ушли от вас, потому что плохо плетит, и плохо кормит, или плохо с ним обращается, вот это очень важно, то есть работа, работа ведется на уровень сначала топ, потом N-1 и дальше, и дальше, стратегия обращения людей должна быть абсолютно везде не нахер, везде, важное, важно определить стоимость заработной платы, рынок, в регион, где вы находитесь, я видел сады, у которых директор получает 50 000 рублей, Да, это здесь, недалеко, ну как недалеко, 2 тысячи километров, ну далеко, да. То есть он все сделал правильно, инвестор все правильно сделал, но он забыл, что надо платить и свой генеральный директор. Он забыл, что, зато у него большой штат. Лучше соглашать и делать упор внизу, чтобы есть нормативы, не я их придумал. Вот, один человек 4 гектара, один тракторист 15 гектара. Тракторист сегодня нет работы, потому что он слезет к своему трактору и обрабатывает макушки, например, дайте ему сушкарез. Да, будет текучка, да, будет 100 трактористов, у меня 100 трактористов, да. Я потерял 10, чтобы 90 захотели выйти из трактора и сам заниматься этим работой. Вот, я им доплачиваю, в итоге я не помню, да, я протекаю 10, но эти 10 по-рубому они должны были когда-то выйти. Поэтому важно посчитать грейдер, у вас нужно быть грейдер. Вот, N-1 могут зарабатывать, например, у меня N-1 это от 100 до 200 тысяч куб. Н-3 это будет от 100, то есть до 100 и от 80 тысяч куб и так далее. А рабочие, следите за рабочим. Сколько реально за сезон он зарабатывает? Окей, если вне сезона он получает 30 тысяч куб, но дайте ему зарабатывать нового уровня. Вам не должно быть сильнее из-за того, что рабочие к концу сезона 90 смен отработали или 77 отработали. От звонка до звонка, от ганера, пинклет и все собрал, качественно собрал, делали норму. Вам не должно быть сильнее, что он заработает в месяц 70 тысяч рублей нового уровня. Это не значит, что вы плохой управленец, если вы хорошо против. Наоборот, для меня если вы плохо против, значит мы плохие управленцы. Главное, что коллектив не уходил. Где ты коллектив, где ты свою структура, где ты свою команду, и никто никуда не должен уходить. А если будет большая компания, ну 300 гектаров, 400 гектаров, уже и выше, конечно, советую, чтобы быть в службе безопасности. Потому что у меня лежат чужой кошелек здесь, да, я его никогда не возьму. Но есть люди, которые еще есть соблазны, и у них даже они считают, что это врат чужой. Служба безопасности, конечно, должен создать атмосферу, что мы вам платим, но вы не воруете, пожалуйста. И, к сожалению, пока без службы безопасности не обойтись с ним, если бы крупный компания. Осторожно, что служба безопасности не перепутывает все обязанности. И, кстати, по поводу должностной инструкции важно, чтобы прописать весь бизнес-процесс, и все должностные инструкции должны быть прописаны черные по белому. Это не только скачание из Google, чтобы отдел каблов отчитаться, что да, должностные инструкции я сделаю, подпишите, пожалуйста. Нет, это должно быть адаптированным предприятиям. Вот эта работа важнее сделать тоже. Если у вас будет, на мой взгляд, да, планирование перед того, как начнем сажать или продолжаем сажать, если будет правильная генетика или правильная культура, ну, например, нужен мне слива, или я сажаю слива, потому что у меня по 100 рублей предлагают саженцы, да, если у нас будет правильная технология, а с удовольствием это несложно, да, и жесткий менеджмент, у вас за процент получается то, что мы хотим. Мы хотим, что 65-75 продать, я думаю, до конца июня, и продать дороже, чем мы это производим, чтобы был финансовый результат до 30%, хотя бы 30%. У меня пока это получилось, но я вижу, что каждый год становится сложнее и сложнее. Я хочу сегодня поделиться с вами. Еще раз спасибо, что пригласили, и желаю вам приятного обучения. Вот так. Спасибо большое, как сводил Дуронова, и есть вопрос к вам. Дуронова, такой вопрос, интимный, но себестоимость в вашем хозяйстве какая-то яблок, выращивание яблок, себестоимость выращивания яблок. Да, я понял вопрос. 21 рубрик. Да, 20 с половиной рублей 70. Это доставка до ЭКС. 22 рубрик. Да. А урожайность средняя? Урожайность какая средняя? Урожайность средняя 45. О, это хорошее. Это мы говорим о тех яблоках, которые как пинкледи продаются у вас в пинкледи в кафе-каре сегодня это 5000 тонн из 50 и на пик урожай будет 15000 тонн. Но себестоимость, я повторяю, пинкледи ниже, чем нежели Горден, Жерумен или Бредбарон. А в моде хваленое не выращивание? Хваленое это что? Моди, моди, только отправь. Моди, 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 моди. Вообще, моди это тоже клубы, но его так кто-то получил от генетика, я не знаю, кто, скажу, потому что все знают. И быстренько те же агрономы раздали всем по хозяйству. И получается, что из умной, важной, интересной сорта сделали, ну, Айдерет сделали. А так, моди, есть сербский компакт, это аграр, который, несмотря ни на что, его фасует в упаковку в бред моди, и он подает за 100 рублей. То есть не надо торопиться с этим генетикой, надо, опять же, не сажать сотни гектаров без испытаний, но если есть у вас на руках этого входа, во-первых, желательно ли украинские официальные, то есть поехать за границу, договориться, показать бизнес-модель, привезти, заплатить там какие-то кофе, там, во-вторых, там, 40 центов, засаженность. И, пожалуйста, получается, таковая марка, получается, красная упаковка и участник этого клуба. Ислам разговаривает по-другому, там, те же штаммы, спят, и так далее. А прибыль с гектара плодоносящего сажа? Скукибыль, ну, надо разделить, скукибыль гектар, не приваживаться. Какова прибыль с гектара? На какой год? Плодоносящего сажа? Ну, минувший год, если вы успели посчитать. Ну, это не секрет, несмотря на то, что год будет непостойка, как говорят все птицы. Мы сделали, видать, 300 миллионов в этом году, ну, 300 миллионов из оборотов, ну, 2 миллиарда, и у нас 1200 гектар садов. Ну, не все сады еще перечли на предназначение. Да, вот это что? Можно поинтересоваться, какую фрезу во все приствольную игру используете в садах? И при какой земле? Значит, схема, схема, которая поменяют, ну, я, наверное, уже нескольких садов, но есть такой интересный сад Бабинск, 7 садов называется, схема посадка 3,8 на 0,9. Вообще, мы хотели 3,8 на 1, стады, купили стады по 4,70, то есть они стоят 4 метра над, над... То есть в уровне почвы, да, в уровне почвы, да, в уровне почвы. А фрезами купили, ну, рекламу можно обратить, а Коселекшн, известно, АИС, я его здесь не вижу, Коселекшн там, причем интересно, потому что у него сразу букс-ктором обрабатывается. И важно, что фреза не повредил корни, не потому что мне жалко эти корни, они им хватают, но потом они пускают полосы, желательно не повредить корни. Вот эта фреза, это не ножи, это не ножи, это колеса, и за счет гидравлики пускает он еще вперед барабанщик, который, ну, мы его назовем матиго, как матиго назовем. Но продукт очень разный, турецкий, российский, итальянский, конечно, больше всего французский. Я взял немецкий, вот. Привет, матиго варит. Как модель называется, меня слышали? Что? Как модель называется, как бы. Ну, давайте после семинара я вам покажу видео, если я подготовился, я сейчас показал, но я боюсь. Или я поищу, потом пришлю, или... Да, я пока буду искать, я пришлю и вам покажу. Это дороговато, дороговато инвестиция, сколько миллион рублей стоит, но глифоза тоже не бесплатна, в конце концов. Это сухой полив, на самом деле. Растение это ощущает, буквально ты это пропустил, через два дня уже листы видно, что... Ну, даже дачный вариант, да, все знают, что тянка там, ну, кто не отменял. Вот это такая тянка, я вам покажу. Все, да? Вы в конференцию не собирались проводить у себя? В конференцию какую-нибудь у себя, чтобы посмотрели вы хозяйство? Ну, мы наведем красоту, когда деревья будет 4-метровая высота, и загружены. Тогда мы вас пригласим, барашка сдерем, пригласим ансамбль из Великавказского. Вы говорили о гектаре для приезда губернатора. Да. Мы вам можем организовать, что это скорее придет. Можно поспориться? А какое количество обработок вы у вас проводите в среднем? По средствам, в случае, это растение. Ну, смотрите, я сопровожил несколько садов, да, то есть регионы разные. Самые маленькие, это для колесо обработок, это было, конечно, в Липецк, там доходили, ну, максимум 12-14, в войну туда входит, входит даже кассий, да, то есть такие еще, в полном обработке, можно сказать. Самый большой, это, конечно, в Крым, то есть 22-24, но важная еще дозировка, да, то есть мы снизили колесо, дозировка там, на... контактные фунгициды, применяли в этом году, три года уже применяем шинуцу, это работает, ничего не скажешь. Хоминг, ну, конечно, восточную подожорку надо следить, надо вести мониторинг. Хотите снижать количество обработки, начинайте с мониторинг. Мониторинг, мониторинг, мониторинг. Садоводство это нагрудение, то есть, если у вас будет одна ловушка в каждые 20 гектарах, чудеса не ждите. Когда вам нужна карандаш, купите, каждый шестный бомбик, да. Если у вас будет, опять же, возвращаясь к мониторингу, хорошие бригадиры, хорошие, увлеченные, вовлеченные люди, которые получают нормальную зарплату, да, не ищут на район оправа, там, как воровать или куда-то уходить, вот, они будут заниматься мониторингом. Пошел домой, вот, четыре ловушки, будь добрый, проверяем. Отправку в WhatsApp, там, бригадир, бригадир, об одном, об одном руководителе, да. И тогда понимаем, что вот, на этот участок есть лед, или на этот участок есть клещ, да. Давайте обрабатываем, но не весь, обрабатываем там, где нужно. Вот. Зачастую система, такой, то есть один человек руководит вертикальной властью, не доверяет, что внизу, потому что он их не обучал. Почему не обучал? Потому что, если вам надо, не надолго. Почему не надолго? Ну, потому что у них бабло платье. А если он их обучал, они могут, они могут заниматься своими делами, отвечать за свои 10 гектаров. Он знает на Иисус абсолютно все, что ему показали, потому что не первый, не второй, не третий год, он там много лет там работает. И вы имеете в режим онлайн, ежедневная ситуация, что происходит у нас в саду. И тогда у вас снижается количество работы. И все равно. Еще вопрос? Спасибо большое. Да, интересно.